Всем привет! Выставка Е3 для меня в этот раз прошла очень интересно. У меня был веселый первый день, где мне достались самые царские слоты. Это игра Pillars of Eternity, которая поддерживается пользователями Kickstarter. О ней чуть позже текстом и видеоинтервью. Это игра Eternal Crusade по вселенной Warhammer 40000. О ней тоже отдельное видео. И это игра Battlefield Hardline, которую я сначала не очень понял, а потом постримил и в целом оценил. Это можно посмотреть у нас на сайте. Ну а третий день выставки ознаменован одним простым словом. Охуительно! Сейчас. У меня есть конспект. Сейчас прям по нему и пойдем. Первая игра, которую мне сегодня удалось увидеть, называется Evolve. Мне удалось поиграть за босса. Вот у меня есть такой специальный браслетик Monster. Значит, я играл за босса Кракена. Боссов, как вы, наверное, уже знаете, будет несколько видов. Кракен умеет бить людей щупальцами, стрелять, находясь при этом в воздухе, бить все вокруг электричеством, бить электричеством точечно, дышать электричеством, пердеть электричеством, дарить цветы электричеством. Все, что угодно. Он электрический парень. За мной гонялась стая из четырех беспомощных людишек, которых я отталкивал темной энергией, пожирая при этом каких-то там бездумных тварей, и становясь за счет этого все сильнее и сильнее. Надо сказать, что сессия в Evolve, предполагается, будет довольно короткой. То есть, чтобы вы понимали, у босса есть три стадии развития. На первой стадии вам надо сваливать, потому что охотники, если особенно они играют в хорошей, сплоченной команде, достаточно сильны. У них много разных гаджетов. Они могут поймать вас в ловушку и надрать вам жопу. На второй стадии вы уже можете с ними нормально драться. На третьей стадии, в принципе, уже все понятно. То есть, если босс развился до третьей стадии, ну, это уже надо быть невероятной силой чуваком, чтобы его завалить. Соответственно, главная задача охотников – не дать боссу дойти до третьей стадии развития. За каждый уровень вы получаете очки навыков и распределяете их между четырьмя способностями. Это, собственно, молния, толчок темной энергии, как бы двусмысленно это ни звучало, и разные, в общем, электрические приблуды, которые помогают вам выкручиваться из самых замысловатых, в принципе, ситуаций. Что я еще могу сказать про Evolve? Очень здорово, что такая игра выходит, потому что мне, честно говоря, очень давно уже хотелось поиграть за босса. За по-настоящему крутого, опасного, огромного, отвратительного мудилу, который бегает по уровню, всех жрет. И если он кого-то из вас засранцы увидит, он надерет вам ваши обосранные задницы. Потому что как-то уже бороться с системой надоело, хочется как-то побыть по ту сторону баррикад. Поэтому Evolve я дико жду и всячески буду следить за этим проектом. Ждите и от меня дальнейших обновлений по части этой игры. Вторая игра, на которую мне удалось взглянуть, называется Civilization Beyond Earth. Для тех, кто не в курсе, это космическая цивилизация. И расскажет эта игра о том, как люди, загубив свою родную планету, занимаются колонизацией и загубливанием новых планет. Значит, задача человечества колонизировать некую планету и на ней, как обычно, построить города, укрепления, преуспеть в экономике, технологиях и так далее. Что, собственно, нужно знать о новой цивилизации? Во-первых, в игре появились квесты. Эти квесты дает вам сама игра. Как сказали разработчики на презентации, мы, конечно, знаем, что вам очень нравится, что история в цивилизации, в классической, поворачивается к вам той стороной, которую вы, в общем-то, пожелали увидеть. У нас здесь будет немного иначе, и это не очень обязательно. Но в зависимости от того, что происходит в мире в данную секунду, игра вам будет предлагать определенные задания, которые выглядят как, ну, скажем так, как ачивки в Уфенштайне. Пускай так. Но это очень отдаленное сравнение. Условно говоря, это некое условие, которое нужно выполнить. И по достижении своей цели вы получаете некий перк. Бонус к вашему экономическому, научному или каким-то другим состояниям. Второй вопрос, который я задал, волнует, я думаю, всех. Ведь цивилизация это вот это вот. Я изобрел алфавит. Я придумал колесо. Ой, наконец-то у меня есть порох. Я сейчас всех тут вообще. И интересно было узнать, как вот это вот чувство счастья от участия в известной истории человечества, ее какой-то личной интерпретации, как это перенесется на игру, действие которой разворачивается в ближайшем будущем. И как, в общем-то, это отразится на цивилопедии, которая представляет собой глобальную базу знаний обо всех исторических событиях и личностях, представленных в игре. Выяснено, что разработчики цивилизейшн Beyond Earth консультируются у различных научных людей. И все технологии, которые вы увидите в игре, они либо уже существуют в нашем с вами временном, так сказать, промежутке, или это прогнозы относительно того, что будет с существующими ныне технологиями через большое количество времени. Древо технологии, естественно, вот такое вот во все стороны. Изучать это будет все очень интересно. Все будет снабжено комментариями, любопытными фактами, страницами в традиционной для игры цивилопедии и так далее. В общем, я over-excited and passion and shit про новую цивилизацию. Я ее очень жду, и это должно быть, как минимум, очень любопытно и не альфа-центавра. Ну и третья игра, которую я очень жду и на которую мне удалось посмотреть на E3 в этом году, называется Dragon Age Inquisition. Показывали презентацию, играть, к сожалению, не давали. Однако то, что я увидел, мне понравилось. Понятно, что это уже совсем не dark fantasy. То есть цвета там очень яркие, местами игра выглядит алиповато. Тем не менее, я не могу сказать, что это плохо, потому что dark fantasy в какой-то момент уже начало надоедать очень сильно. Ну и потом, сколько можно смотреть на говно и жесть, если этого и так, в принципе, хватает вокруг нас. Ну и тем более, с говном и жестью справляются некоторые игры куда лучше, чем Dragon Age. Поэтому, в принципе, ниша, в которую метится Inquisition, нормальная. Показали огромный открытый мир. Как известно, в игре будут локации больше, чем все Dragon Age, которые вышли до этого вместе взятые. И между ними можно будет перемещаться с помощью глобальной карты. Так вот, как сказали разработчики, все, что вы видите, доступно для путешествия ногами, а не фаст-тревелом. То есть, внутри этих локаций все абсолютно открыто для исследований и посещений. Это очень здорово. Все очень красиво. Скакали на коне, бегали ногами, кидались магией, рубили топором. Даже дрались с драконом, с известными фэшн-леопардовыми крыльями. Там, интересно, кстати, представлена система точечных повреждений. На теле зверя есть несколько уязвимых мест, и вы можете повредить ему лапы, чтобы он, например, перестал за вами гоняться. Или повредить ему крыло, чтобы он перестал от вас улетать в небо и так далее. Систему разрушений, о которой я писал несколько месяцев назад, а уже, наверное, даже и больше, чем год назад в превью, где можно, значит, снести мост вместо того, чтобы расстреливать каждого лучника, который на нем стоит, почему-то не показали. Но, скорее всего, она будет реализована как-то избирательно. Все-таки это ролевые игры, а жанр RPG несет в себе, ясное дело, свои условности. Дико жду 7 октября, когда Dragon Age Inquisition наконец-то выйдет. Хороших RPG выходит сейчас мало, хороших фэнтези-рпг выходит еще меньше. И очень здорово, что дата релиза Dragon Age Inquisition не пересекается никак с таковой у игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Потому что и то, и другое я очень жду. Ведьмак 3, по сообщениям коллег из соседних роликов, просто... Коллеги из соседних роликов, советую вам обратить внимание также и на Dragon Age Inquisition. Ну, а я поеду домой. Но перед тем, как я сяду в самолет и улечу в родные края, хочу сказать вам последнюю вещь. Ребята, эта E3 показала совершенно четко, что прямо сейчас вам уже можно смело идти в магазин и покупать консоль нового поколения. Или PlayStation 4, или Xbox One, уж сами там как-нибудь определитесь. За прошедшие три дня мы увидели несколько громких, ярких, очень мощных и востребованных игр, обладающих такими находками, реализация которых на Xbox 360 или PlayStation 3 просто невозможна. Не из-за каких-то маркетингово-стратегических там ходов и прибамбасов, а просто потому, что, например, масштаб зданий, построек, города и городских улиц в Batman Arkham Knight просто невозможен на консолях восьмого поколения. Это невероятное ощущение. И если вы все еще считаете, что Next Gen нужен только для того, чтобы, так сказать, играть не в 720p, а в 1080p, вы очень сильно ошибаетесь. Поверьте мне, сейчас самый лучший момент для того, чтобы приобрести консоль нового поколения. Таков мой итог E3 2014. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok